Относитесь к мужчине как к хрустальной вазе. Бережно. Такие советы дают в наше время женщинам-психологи. И это не просто слова. В нашей стране мужчины живут в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. Мужское здоровье было в центре внимания Всероссийской научно-практической конференции, на которой в Барнаул съехались урологи-андрологи со всей России. Так почему здоровье сильной половины ухудшается, какие существуют методы его восстановления, об этом поговорим сегодня в студии с нашими гостями Романом Алеевым, профессором, руководителем Краевого центра Академия мужского здоровья Краевой клинической больницы Дмитрием Курбатовым, членом-корреспондентом Международной Академии общественных наук, врачом-урологом, профессором. Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Дмитрий Геннадьевич, сразу к вам. Действительно ли здоровье российских мужчин ухудшается? И я думаю, что ведь есть какая-то статистика по этому поводу? Ну, не будем о грустном, все-таки мы живы, и слава богу, без мужчин совсем тоскливо было бы. Я не сказал бы, что мы вымираем уж так. Но все-таки, безусловно, пандемия, которая произошла недавно, она откладывает свой след не только на сердце, не только на легких, но и, к сожалению, на нашем мужском здоровье она тоже отражается. Мужчины становятся неспособными к воспроизводству себя подобных, нарушаются репродуктивные функции, нарушаются интимные функции. К сожалению, это так. Это только следствие ковида, по-моему, тоже раньше были такие ситуации. Мы не знали, что ковид, оказывается, имеет свое печальное следствие и на эту сторону мужского здоровья. Что касается в целом мужского здоровья, безусловно, проблема есть. И поэтому не случайно и в средствах массовой информации, и в правительственных кругах, и даже недавно в Государственной Думе стали обращать больше внимания, и произошли знаковые события, и встречи, и были какие-то необходимые рекомендации на то, чтобы больше удалять внимание, выделять будет больше финансов на развитие, в том числе и мужского здоровья в регионах. Дмитрий Геннадьевич, а с какими вообще вопросами, проблемами обращаются, не знаю, к вам, к вашим коллегам сейчас мужчины, и вообще, если они обращаются? Потому что эта сфера такая, что мужчины порой стесняются, да, и она такая, немножко табу для многих. Ну, это раньше было табу. Сейчас уже все, да? К счастью, век доступной информации, век интернета позволяет нам, мужчинам, пациентам нашим, найти многие ответы уже онлайн. Однако же врача, советы, мысли, руки доктора никто не отменял, и поэтому закончательной истинной ответом на трепещущие вопросы, пациенты приходят к врачам. Смотрите, мужчины, получается, сейчас приходят. Вы говорите, что уже не табу, нет такого. А какие проблемы их чаще всего волнуют? То есть они приходят и говорят, ну что-то я стал плохо соображать, да, если мы говорим об уме, или они все-таки с другими проблемами приходят? Ну, все-таки мужчина приходит сразу, как раз говорит, доктор, у меня что-то не так. Доктор, у меня это. И мы, соответственно, выясняем, что, как правило, конечно же, мужчины обращаются с проблемами мужского здоровья, а здесь та самая интимная функция, да либо же, наоборот, говорят, что вот, к сожалению, вот я живу три года с браком, у меня никак, к сожалению, нет детей. То есть репродуктивные функции. Вот это два основных момента, которые позволяют мужчинам уже не стесняться, и не молчать тряпочку, не пить горькую, а найти ответ на свой вопрос, чтобы стать мужчиной. Потому что от этого страдает семья. А помогаете, я так понимаю, не только же советом, да? Ну, есть же у нас какие-то новые технологии год от года в лечении вот этих мужских болезней. Безусловно. Если нельзя словом вылечить, помогают медикаменты. Если не помогают медикаменты, приходит помощь хирургия. Я думаю, что уже словом, видимо, этих людей не вылечить, которые приходят. Лечим. Даже так бывает. Очень много молодых партнершек, которые обращаются к психологическим затруднениям. И вот здесь важно понимание, когда можно именно помочь словом, а когда надо переходить к скальпелю. Часто к скальпелю переходите? Когда надо. Любая хирургия та хороша, которая не сделана. Но, к сожалению, иногда необходимо только хирургически вскрыть нарыв, чтобы дать исцеление. Так вот, хирургия была, есть и она будет. Но мировая тенденция такова, что если раньше мы знали только большое правило, когда большому хирургу свойственны большие разрезы, такие шутки были. Чаще сейчас не так. Всем известно, что на помощь приходят эндоскопические малоинвазивные методики, которые позволяют через мини-разрез, мини-прокол сделать такую большую операцию, которая еще буквально 10-15-20 лет назад была немыслима. Сейчас очень большие прорывные, можно сказать, происходят моменты, когда на помощь новейшая технология на стыке специальностей. Хирургия и урология. Урология и рентгенология. И большая хирургия, она сочетается с какими-то минимальными вмешательствами, допустим, через сосуды, через артерии, через вены. И вот как раз одно из новых направлений тенденции – это гибридная хирургия, когда, чтобы проникнуть глубоко в орган, доктор не рассекает послойные ткани через живот, через спину, через другие части тела, а он делает небольшой разрез, вскрывает сосуд, артерию, либо вену, и через этот сосуд с помощью специальных тончайших катетеров спиралей, рентгенологически, эндоваскулярно, то есть через сосудистая, доктор проходит ту глубину органа, которую даже немыслимо было бы пройти вообще раньше. И безболезненно, беспроблемно, без кровопотери выполняется такое вмешательство, которое позволяет человеку вылечиться. Смотрите, в рамках конференции, по-моему, такую проводили операцию, да? Совершенно верно, как раз мы и делали такую операцию. Роман Тофикович, вообще на поток поставить такие операции возможно у нас здесь, в Алтайском крае, или это пока не совсем? Ну... И вообще это нужно? Нет, ну, конечно, это нужно, и этому уделяется огромное внимание в краевой клинической больнице. И я хотел сказать, что развитие эндоваскулярных технологий именно в краевой больнице, оно на самом высоком уровне. Просто в данном мероприятии мы применили эти технологии, и нам Дмитрий Геннадьевич с нами поделился, а он является автором основной книги по ангиоандрологии у нас в России. И он поделился этими технологиями именно в специальности урологии и андрологии. И, естественно, после проведенного вчера показательной эндоваскулярной гибридной операции на половых органах, ну, естественно, мы будем стараться их внедрять. И я хотел бы сказать, что бригада эндоваскулярная работала алтайская. А вообще у нас ситуация с мужским здоровьем, ну, такая же, как по всей России, да? Одинаковые проблемы у мужчин, с какими вопросами они приходят? Ну, естественно, для нас большая проблема то, что у нас все-таки преобладает сельское население, удаленность. И, конечно, доступность этой помощи, конечно, очень проблематично. И с учетом того, что была пандемия, мы многие технологии из оффлайн перевели в онлайн. То есть то же самое анкетирование. Мы разработали анкету ПАПА, повозрастная андрологическая персонифицированная анкета. И любой, в принципе, желающий может зайти на сайт и заполнить анкету повозрастная. Я хотел бы подчеркнуть, потому что она затрагивает все возраста мужчин, начиная от родившегося ребенка, за которого будет заполнять родитель, заканчивая долгожителем, который может самостоятельно заполнить эту анкету. Слушайте, но онлайн же не все проблемы можно решить. Абсолютно вы правы. Но это хотя бы приблизит и поставит вот эту проблему, с которой пациент анонимно может поделиться. А мы уже обработаем эту анкету и пригласим персонально этого мужчину. В этом и заключается особенность вот этого тотального скрининга, который затрагивает половину населения любого субъекта Российской Федерации. И эта концепция, в принципе, понравилась и на федеральном уровне. А вообще часто слышите спасибо из мужских уст? Ну, те, которые уже приходят не онлайн, да, к вам лично, кому помогаете? Ну, это наша врачебная задача. За что благодарят? Нет, ну, конечно, наверное, самые благодарные пациенты, это, конечно, те пациенты, у которых наиболее сложная ситуация по здоровью. Ну, к примеру, у мужчины нет сперматозоидов в сперме. И он по мужскому фактору бесплодия не может зачать ребенка в естественном цикле в супружеской паре. Естественно, когда мы внедрили технологию так называемого фреш-переноса, то есть мы во время операции непосредственно с репродуктивных органов забираем репродуктивные клетки, отдаем в центр эко-краевой клинической больницы, совместно колдуют эмбриологи, гинекологи и производят экстракорпоральное оплодотворение. То есть даже без спермы можно произвести экстра? Нет, не сперма, а мы говорим о репродуктивных клетках, без сперматозоидов. То есть у мужчины есть сперма, но в ней нет репродуктивных клеток. Это самые тяжелые формы бесплодия. То есть такие тоже люди потом имеют детей? Да. Дмитрий Геннадьевич, насколько вообще важно заниматься подростковым здоровьем мальчиков? Абсолютно важно. Ведь многие болезни взрослые родом с детства. С какого возраста вообще стоит обращать внимание? С момента рождения. Родители должны сразу обратить внимание. Не только мальчик родился, а действительно ли это мальчик? Все ли на месте у него? Все ли там правильно устроено? И простите, к сожалению, нередко бывает, что приходит на консультацию уже сформированный юноша, а у него, простите, нет яичек. Потому что родители не смотрели толком. Или они были, но не опустились в мошонку. И это упущение. И тогда уже парень становится бесплодный. А он чувствует себя мужчиной? То есть вот... Ну это уже нюансы, конечно. Это уже другая история. Я говорю о том, что надо обращать внимание с детства. Ну вот, Дмитрий Геннадьевич, а вот, по-моему, вы занимаетесь эстетикой мужского здоровья, да? Что это такое? Как это? Любой человек хочет быть красивым. Как и женщины хотят быть привлекательным не только внешне, но и, простите, чтобы их тело привлекало мужчин, соответственно, так и мужчины. Но, естественно, мы, как правило, мужчины обращаем внимание не только на свои мышцы, но и на свои интимные органы. И, действительно, бывают случаи, когда имеется как врожденная проблема, тогда на помощь приходят хирургии. Но иногда мужчины хотят сделать апгрейд, собственно, на их интимных органах, чтобы стать еще лучше, чтобы, простите, понравится вам, милая дама, еще больше. Такое сейчас возможно? Возможно. Сделать апгрейд всем тем, кто к вам обращается? Ну, если умеется в рамках разумного. Тем не менее, это возможно. Мы этим занимаемся. Перспектива мужского здоровья на ближайшие годы. Вот можем что-то изменить вот в этих 10 годах, да, что мужчины умирают, точнее, живут меньше, чем женщины? Либо эта тенденция сохранится еще? Многое зависит от нас самих, от мужчин. Как мы относимся к себе. Если нам все равно, извините, как мы живем, конечно же, это будет негативно влиять. Но если разум побеждает, то и мы, врачи, поможем. И сейчас современная тенденция все больше и больше не только от тот скальпеля, который мы говорил, но и новейшие, совершенно инновационные методики позволят нам привлечь. И вот в частности, я как раз делал сообщение, что на помощь приходят клеточные технологии, когда мы не только можем имеющуюся клетку перенести, чтобы мужчина стал репродуктивным, но и вырастить из нуля клетку с помощью стволовых каких-то дополнительных мешательств клеточных технологий, которые позволят нам, мужчинам, в дальнейшем познать радость отцовства. Роман Туфикович, вы по этому поводу что скажете? Все ли зависит только от врачей? Нет, но многое зависит не только, конечно, от врачей, от общества и от сегодняшней даже ситуации многое, что зависит. Ну, у нас, может быть, сейчас нет таких вот, я бы откровенно сказал, таких задач в широком смысле этого слова. Для нас задача – это заботиться о здоровье мужчин Алтайского края. И пока мы не настроим вот эту стройную систему, где каждый мужчина сможет абсолютно бесплатно по полису ОМС получить специализированную уроандрологическую помощь, без этого дальнейших шагов не будет. Поэтому мы работаем сейчас на каждого мужчина в нашем регионе. И уже наши лидеры, как профессор Курбатов Дмитрий Геннадьевич, они нас будут направлять и подсказывать нам все новые и новые технологии. А сейчас мы, получается, делаем вот такие сложные операции, да, как Дмитрий Геннадьевич говорил. Все это платно? Нет, абсолютно бесплатно. Бесплатно. То есть любой человек может вот настолько сложные, там вот с клеточным, на клеточном уровне, все проводим бесплатно. Конечно, конечно. Наверное, очередь какая-то сумасшедшая, нет? Нет, ну мы сейчас, если мы говорим о репродуктивной технологии, то это все в рамках полиса ОМС, мы оказываем эту помощь. Конечно, если эту помощь оказывать в частном секторе, естественно, это очень большие, огромные деньги. Нет, это делается все в стенах нашей краевой клинической больницы, поэтому это сделается абсолютно бесплатно. Спасибо вам большое, спасибо, что вы к нам пришли, надеюсь, что мужчины наши будут жить дольше, и женщины тоже относитесь к ним все-таки, не знаю, не как хрустальная вазина, все-таки берегите.